На стримах меня часто спрашивают, какую купить машину за ту или иную сумму. Я записывал уже ролики машины до 1 миллиона, машины от 1 до 5 миллионов. И в этом ролике я вам покажу машины от 1 до 30 миллионов. То есть я вам покажу самые лучшие машины, по моему мнению, по моему опыту, которые лучше купить за эту сумму. Видео реально будет интересно, я вам покажу 10 автомобилей, самые просто сочные, самые просто дорогие. Поэтому этот видосик, я думаю, должен вам понравиться. А если вы еще не играете на проекте Мазинхолиплей, то, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Пишите //m7pun промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому вводите, качайте уровень и забирайте свои деньги. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Ну что ж, вот все автомобили, которые будут в этом ролике. Их всего 10 штук, то есть 10 автомобилей. Самые просто заряженные, самые сочные и самые дорогие. Я вам сегодня их покажу, расскажу, что это за машины, кто они себя представляют и выскажу свое мнение про каждую машину. Я максимально хочу видеть от вас активность, потому что прошлые ролики набирали там по 6 тысяч просмотров, по 5 тысяч просмотров. Поэтому я надеюсь, что это видео будет не исключением. Я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, на ваши комментарии. Столько машин просто, даже одна не вместилась, потому что здесь всего 9 покоточных мест и одна тачка у меня, короче, не влезла. Вот такие вот замечательные просто автомобили, пацаны, просто имбовые, реально просто имбовые, хорошие, проверенные годами там и так далее. Некоторые из них добавили недавно, некоторые уже давно есть на проекте, но в целом это все хорошие автомобили. И давайте перейдем по порядку, я думаю, начнем с самого просто начала. Это у нас получается Audi R6, очень замечательный автомобиль, просто такой заряженный универсал, пацаны. Данный автомобиль стоит в автосалоне 15 миллионов рублей. То есть, да, сумма, конечно, не маленькая, но, как я говорил, в этом ролике, пацаны, будут максимально дорогие машины. То есть, это видео чисто, знаете, для мажиков таких, для богатых игроков, которые хотят себе купить какую-то классную тачку, но не знают, какую именно себе взять. Итак, Audi R6, на первом чипе она едет 260, по-моему, если я не ошибаюсь. У меня машина в стоке, потому что я их заспавнил с помощью ютуберки. То есть, они полностью без тюнинга, она без чипа. Поэтому на это обратите внимание, то, что на ней нету никакого тюнинга, то есть, она сейчас полностью в стоке, и все машины, которые я вам буду показывать, они в стоке. То есть, они без чипов. Итак, Audi R6 просто, у меня есть такой тоже автомобиль, лично у меня. Охуенная, пацаны, машина, я считаю, то, что, ну, реально пиздатая. Хорошая моделька такая, проработанная. Сейчас давайте разгоним максималочку без чипа. Ну да, без чипа она едет 220, грубо говоря. Ну, с чипом она едет 250, 255, по-моему. Реально, хорошо рулится, хорошо разгоняется. Максималка более-менее нормальная. Ей этой максималки, в принципе, хватает. Мне она нравится. Я давно себе ее хотел. Я ее себе купил, не пожалел. Полный привод, пацаны. Кватро, все дела. Кто любит вагончики заряженные, кто любит универсалы, то, конечно же, покупайте. Реально, очень хороший автомобиль. Ну что ж, переходим к следующему автомобилю. Это у нас уже заряженная такая махина просто. Это суперкар, гиперкар. Это Lamborghini Huracan. Данный автомобиль стоит в автосалоне 20 миллионов рублей. Да, сумма, конечно, не маленькая. Это реально очень заряженный и быстрый автомобиль. Даже в стоке она просто ебнутая. Я думаю, можете заметить, она просто очень быстро ускоряется. Ее пофиксили. Раньше, да, она была такая, знаете, вялая, дрифтовая. А сейчас она прям ебашит. Если не ошибаюсь, первым чипом она едет, по-моему, 300 километров в час. С третьим 350. В стоке, пацаны, без чипа. Она едет 266. Даже очень неплохо рулится. То есть на скорости, я думаю, вы сможете с ней справиться. Допустим, та же Bugatti. Ее там очень сложно удержать. А эта тачка такая, знаете, ну нормально. Хорошо рулится в поворот. То есть на ней можно реально очень быстро и хорошо передвигаться. Ну что ж, ребятки. Следующий автомобиль. Это получается Benkley Continental. Такая машина, я думаю, вы встречали ее там у Morgenstern есть. Как бы он и про нее там клип снимал. Но реально тачка выделяется. Вот реально тачка очень сильно выделяется. И данный автомобиль стоит 15 миллионов рублей. И он мало того, что такой, знаете, солидный, симпатичный. Он еще и очень хорошо едет. То есть он хорошо ускоряется, хорошо рулится. Тачка реально неплохая. Можно еще и бачком походить. С первым чипом она будет ехать где-то 280-290. То есть их не особо, да, покупают. Но, пацаны, тачка реально прикольная. Я сам бы себе такую хотел бы собрать там на аудиосистеме. Там третий чип, нитро. С третьим чипом примерно данный автомобиль будет ехать 320 километров, пацаны. Это реально много. Тем более, знаете, такая вроде бы солидная машинка. Бентли вроде бы не суперкар. Но так ебашит, понимаете. Показывает то, что она быстрая. Но как бы вот в стоке, пацаны, она и 250, понимаете. Этот автомобиль недооцененный игроками. Реально, пацаны, у кого есть бабки, покупайте. Фульте эту машину. Вы реально будете выделяться. Ну что ж, дамы и господа. Следующий автомобиль это тоже Lamborghini. Но это Lamborghini Urus. Это уже такой, знаете, ну как бы не дорожник, конечно. Но просто, знаете, такой паркетник заряженный просто. Данный автомобиль, пацаны, стоит 10 миллионов рублей. Раньше, честно, я недооценивал этот автомобиль. То есть, ну, мне он вообще не нравился. То есть, я не понимал, нахер он вообще нужен как бы. Но потом я покатался, и мне эта тачка реально понравилась. То есть, тачка реально хорошая, хорошо ускоряется. Максималочка у него в стоке, сейчас мы проверим. Так, максималочка у нее 237. То есть, первым чипом я буду ехать где-то 260-270 километров. Если вы хотите себе, знаете, такую тачку выделяться, чтобы она не была банальной. И хотите именно такой джипик. То, конечно же, Lamborghini Urus для вас подойдет. Да, у нее полный привод, то есть, она реально очень хорошо рулится, вруливается и хорошо управляется. То есть, как бы, вроде бы ламба, а вроде бы и недорого, знаете. Ну, 10 лямов, по сути, это не так уж и дорого. Ну что ж, дамы и господа, следующий автомобиль, это японский просто самурай. Реально, просто самый лучший автомобиль, я считаю, японский. Просто самый такой заряженный и самый быстрый. Это, конечно же, Nissan GTR. Я очень фанатит этой машины, она мне реально очень нравится. Данный автомобиль стоит в автосалоне 10 миллионов рублей. Его еще пофиксили, этот GTR, и он ебашит, пацаны, просто люто. Он реально очень хорошо едет. И я сам себе хочу такой автомобиль собрать на аудиосистеме. Но это в далеком-далеком будущем. То есть, тачка реально заряженная, очень хорошо рулится, хорошо управляется. И я считаю, что очень классный внешний вид. Максималка в стоке у него 240. То есть, с первым чипом он будет ехать где-то 270. Ну и с третьим чипом, где-то 300-320, он будет ебашить. Если вы реально фанатеете от GTR, от японских автомобилей, то это для вас будет реально очень хороший вариант. Мне прям внешне эта тачка очень сильно нравится. Я очень люблю автомобили, и реально хотел бы, чтобы у меня в автопарке был почти каждый автомобиль из этого ролика. Ну что ж, пацаны, следующий и самый просто дорогой автомобиль из нашего топа, это получается новый S-класс. Mercedes-Benz V223, который стоит в автосалоне 30 миллионов рублей. Это получается самая дорогая машина с автосалон на проекте Mazin Holy Play. То есть, дороже этой машины нету ничего. В автосалоне она стоит реально 30 миллионов рублей. Я считаю, что цена оправдана, потому что, ну, моделька реально ебейшая. Салон просто проработан, пацаны, ну, это пиздец реально. Это просто реально богатство, ебать. Вся хуйня, эти подсветочки. То есть, реально, салон очень хорошо проработан. Тачка вроде бы пиздатая, хорошенькая такая проработанная. Ну, это реально, пацаны, вышка просто. Это реально вышка. Очень хорошая моделька, хорошо проработан салон, хорошо внешненно проработана. Очень красивые фары, диски там и так далее. Едет, конечно, она не особо быстро. Я бы себе такую тачку не купил. Я как бы мог бы ее себе приобрести. Как бы были варианты там туда-сюда. Но мне почему-то она не до конца нравится. В любом случае, это очень хороший автомобиль. То есть, безусловно. Но мне, допустим, вот не нравится его там жопа. То есть, задняя часть мне его не нравится. Чисто даже из-за этого я бы себе не купил этот автомобиль. Потому что, как бы, ну, ты едешь постоянно на ней, как бы, и ты видишь жопу. И как ты можешь, как бы, любить тачку, если тебе не нравится жопа. Потому что жопа автомобиля, это то, что ты видишь постоянно, когда куда-то едешь, понимаете. И мне эта тачка почему-то вот не нравится из-за этого. Из-за того, что, ну, мне не нравится ее задняя часть. Но сама машина реально прикольная. Да, она не особо быстрая, она, знаете, такая, чисто на расслабоне, начали ехать, то есть, даже если поставить там третий чип, она будет ехать, по-моему, там, 280, то есть, да, это не особо много, это не особо быстро, но, пацаны, это S-класс, он не должен ебашить, он не должен там быть какой-то супер-быстрый, это просто такая, знаете, престижная, комфортная машина. Ну, что ж, дамы, господа, следующий автомобиль, это, получается, Mercedes E-63S, в автослоне она стоит 10 миллионов рублей, я думаю, все эту машину знают, многие на ней ездили, у многих она была, то есть, тачка реально проверена годами, тачка реально очень такая резкая, быстрая, заряженная, если на ней врезается, то можно очень легко сломаться, то есть, в этом плане, конечно, у нее есть косяк, но, в целом, тачка реально хорошая, красивая, то есть, без чипа она ей 215, с чипом она едет там 240, 250 километров, у меня был такой автомобиль, и не один, то есть, тачка реально прикольная, но, честно, мне она надоела, то есть, она у меня была много раз, и мне она реально надоела, и я больше себе этот автомобиль покупать не хочу, потому что у всех он есть, она у меня тоже была много раз, это уже, знаете, такая заезженная машина, которая была у всех, и есть у всех, понимаете, поэтому, я бы себе данный автомобиль не купил, но, именно по управлению, по внешнему виду, по скорости, тачка очень хорошая, очень хорошо ускоряется, раньше это была, в принципе, Самая имбовая машина Да и по-моему сейчас это тоже имбовая тачка С третьим чипом она прям ебашит жестко Поэтому если вы хотите реально такой Быстрый себе седан Который красиво выглядит Резкий, быстрый, маневренный Ешка именно для вас подойдет Следующий автомобиль это получается Елик Но это уже пацаны Баян Это реально Баян Данный автомобиль стоит в ассалоне 10 миллионов рублей Но про него особо рассказывать в принципе нечем Но все эту тачку знают Все на ней ездили И у всех она была и есть То есть это как Ешка Это реально заезженная машина Это Баян просто Но если у вас не было Елика Если вы хотите реально такой джипик себе Солидный в принципе Елик Как бы ну Елик пацаны это классика Это в любом случае классика Это очень популярная и узнаваемая машина Поэтому если вы любите Елик Если вы любите этот кубик То конечно же покупайте С первым чипом данного автомобиля едет по-моему 240 километров Да не особо быстрая тачка Но по-моему с третьим чипом Елик едет где-то 290 То есть здесь хотите чтобы он ебашил Ставите третий чип и все То есть он такой знаете дрифтовый Такой не особо валкий Ну что ж Следующий автомобиль Это заряженный просто спорткар Это Mercedes GTR Да он так и называется Это Mercedes GTR Который стоит 17 миллионов рублей И у него есть такой прикол То что он реально очень быстрый Но если вы сюда поставите Nitro 3 чип Это будет неуправляемый автомобиль То есть в этом плане да Есть косячок Но в целом тачка реально очень быстрая То есть первым чипом она будет ехать где-то 290-300 километров в час Тачка реально очень быстрая Но по-моему такое себе Если честно В любом случае тачка прикольная То есть если вы хотите тоже выделяться Хотите себе такой заряженный Суперкар Просто Просто суперкар Купешечку То реально очень хороший автомобиль У меня тоже был данный автомобиль То есть тачка реально классная Реально классная Возможно в будущем себе ее куплю обратно Я на ней тогда покатался Хорошая реально тачка Я на ней ездил зимой То есть тачка реально прикольная Хорошенькая такая заряженная Симпатичная Красивая Хорошо проработана Красивые диски Красивая оптика Хороший салон там и так далее Ну что ж Вот мы наконец-то Перешли к последней машине Я не знаю сколько это видео получится Но реально Я постарался вам просто Про каждую машину Рассказать много Чтобы вы как бы понимали А не просто показал И все знаете Поэтому я постарался вам Про каждую тачку рассказать В принципе Почти все машины Из этих у меня были Поэтому у меня есть как бы Есть опыт Есть свое мнение Если вы с вами согласны Можете как бы написать в комментариях Итак пацаны Последний автомобиль Просто реально Охуенная машина Пацаны Реально охуенная У нее очень большой плюс То что она реально Очень тяжело ломается Поэтому эта тачка Очень крепкая Данный автомобиль Стоит в автосалоне 17 миллионов Ну наверное Едет тогда с первым Чипом 264 По-моему Да Вот этот автомобиль Реально классный У меня был выбор Купить либо гелик Либо АХ5М Ну как бы гелик у меня был А АХ5М у меня никогда не было Поэтому я себе купил АХ5М Ни разу просто не жалею Особо на ней ездил Но когда купил Реально понял То что это ебейшая машина Поэтому Если у вас есть деньги Просто берите Реально берите Очень хорошая тачка Хорошая моделька Хорошая скорость Все хорошо проработано То есть если выбирать Там между Урусом Между геликом И этой тачкой Я взял бы АХ5М Реально И тем более Эта тачка Не особо как бы заезжена Она появилась Относительно недавно Поэтому Мне этот автомобиль Реально нравится Ну что ж Дамы и господа Вот я вам показал Все автомобили Которые я выбрал На свой вкус и цвет Я вам показал 10 автомобилей От 10 до 30 миллионов рублей Я вам рассказал Что это за машины Сколько они стоят И сколько они себя представляют Поэтому Я надеюсь просто На вашу поддержку На вашу активность Все полезные ссылки Есть конечно же В описании под видео Поэтому Заходите смотрите И начинайте играть Вместе со мной Ну а вы можете Написать в комментариях Какую машину Я сюда не добавил Какая по вашему мнению Машина Еще должна была Попасть в этот топ Всем просто Огромное спасибо За просмотр Ставьте лайки Обязательно подписывайтесь На канал Покажите реально Там ролики Очень хорошую активность Я для вас постарался Реально очень хорошо Поэтому Хочу от вас Увидеть реально Хорошую отдачу Всем спасибо За просмотр Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok